Ребята, расскажите о качестве святой личности. Как надо увидеть, что это личность в святой личности? В Ведах есть определение прям. 26 качества личности. Есть такая книга «Нексар преданности». Там описываются эти качества святой личности. Вы можете почитать, можете в интернете набрать. 26 качества. И прямо смотрите. Сейчас, секундочку. Прямо смотрите просто. И также не просто смотрите, как вот «О, ничего себе ничего». А примените их на себя. Посмотрите, соответствует ли вы святой личности. То есть не думайте, что святые люди – это только монахи, или там, кто в рясе ходит, или там, в турбане каком-нибудь, в чалме. Нет, нет, нет. Святой человек, у которого есть качество святой личности. И они могут быть у любого из нас. Мужчина и женщина, неважно. Святой может каждый быть. Каждый может быть святым. Нет, говорится, святого без прошлого. Нет грешника без будущего. Все качества могут пройдутся у нас. Наблюдать. На себя их накладывайте. Положите, где ему идет листочек. Хорошо. Распечатайте его красиво. И прямо на видное место, где вы его улетите. Или положите. И периодически заглядывайте туда. Улучшаете вы свою судьбу или нет? Понаблюдайте. Развивается это качество или нет? Они не сложны на самом деле. Когда по отдельности вы рассматриваете, не сложно этому следовать. И потом постепенно это качество в вас войдет. И оно может не уйти никуда так останется. И потом постепенно все качества разорятся. Не сложно. Продолжение следует. Продолжение следует.